приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поставить лайки и оставьте комментарии привет мои хорошие привет мои дорогие сегодня у нас видео получается наоборот на самом деле я уже приехала обратно то есть я уехала сегодня с самого утра нарядилась дуба то я уже сняла некоторые украшения тоже сняла пришла помыла руки и потом решила все таки вам заснять при видео чтобы объяснить вам о сегодняшнем мероприятии о самом мероприятии я ничего рассказывать не хочу потому что у нас есть уже предыдущая свадьба там я конечно же все когда монтирую все рассказывают сегодня я хотела вам рассказать немножко о других вещах вот вы мне часто пишите что вот у вас свадьбы такие всякие свадьбы что в вашей кости все богатые то все во первых что значит у вас свадьбы у вас свадьбы это не значит что свадьба в моей личной семье у меня когда будет свадьба в семье это значит я буду выдавать я ну замуж или допустим вот будут свадьбы у моих младших невесток то есть родные наши племянники племянницы это будет считаться что в нашей семье свадьба остальные все допустим двоюродные троюродные это тратят они в каждом доме свой достаток вот именно об этом я сегодня и хотела поговорить и когда вы пишете что у вас каста очень богатая вы очень много тратите то все во первых ко мне это не относится как я вам уже сказала то есть если я присутствую на свадьбе это не значит что свадьба лично у нас хотя конечно же мы со своей стороны наша семья всегда дарим подарки обычно это кэш деньги потому что смысл подарки дарить не имеет лучше подарить деньги а в общем и невеста да она уже распорядиться этим подарком так как считает ну или жених допустим кто в семье женится мальчик или девочка так вот в данном случае сегодня я вообще не собиралась ничего снимать так как я уже сказала что у нас уже была вот свадьба несколько дней назад отгуляли все это вы уже видели но я вам хотела показать именно насколько отличаются свадьбы потому что вот обе семьи обе семьи считается из небогатых вот прошлая семья это тоже они считаются небогатыми но все-таки там семья была побогаче а здесь уже вот здесь уже здесь достаток как бы еще меньше идет поэтому свадьба уже немножко тоже другая и вот когда я пришла там же при свод завт завтрашнего дня у нас уже будет леди сангит то есть это вот то вот эти вот танцы песни до развлечения утром там тоже какое-то я не знаю будь холи из цветов цветами обсыпаться будет я если честно не знаю но тоже в 11 12 часов мы будем уже там а сегодня были вот эти вот мероприятия хальди мэгэнди и когда вот девочку вот этим всем натирали я потом даже спросила для чего это делается ну в общем это очень старая традиция раньше как бы масок не было и поэтому всем вот этим натуральным куркумой маслом потом допустим кефиром еще еще туда что-то добавляли всякие семена семечки вот потом их на и вот этим натирали тело это было как маска ну и плюс дополнительно они поют специальные песни молятся то есть то есть все это взрослые все это благословляют так вот когда мы туда прибыли когда мы туда прибыли во первых я увидела что никто не снимает то есть профессиональных фотографов нету получается из самых профессиональных присутствующих было я потому что там как конечно девочки там племянницы в семье до сидели снимали ну конечно и я понимаю какая-то была съемка то есть все это на любительском уровне все таки я уже в этом деле как говорится собаку съела поэтому я понимаю больше я начала там все-таки снимать то есть даже я не хотела бы я думала лучше я сниму и потом пошлю ей в общем вообще по отношениям семье вот по как это сказать то есть мы другим мы друг другу приходимся вот у кого именно чья дочь да чья дочь то есть мы считаемся ей тетей ну так как мы все одного возраста мы еще и как подруги то есть мы дружим мы встречаемся поэтому нас очень хорошие отношения и в общем как я уже сказала когда мы пришли я увидела что никто не снимает я решила все это заснять более профессионально чтобы все таки конечно каждой матери хочется чтобы у нее на память осталось да вот эти вот основные моменты главные со свадьбы дочери конечно же конечно завтрашнего дня я думаю когда они уже перенесут все вещи в гостиницу да конечно там будут профессиональные фотографы но пока она вот эти два дня поснимаю я завтра тоже завтра тоже вот что там будет обсыпание цветами какие-то игры я тоже конечно же тоже конечно же за сену так вот как я уже сказала это я все снимаю только для того чтобы вы посмотрели все таки вот разницу свадеб то есть у каждого свои достатки у каждого допустим свое состояние я ни в коем случае ни в коем случае это вам рассказываю не для того чтобы знаете как как то вот на этом месте как бы сделать ударение до что вот там у кого-то меньше денег у кого Я просто хотела вам привести пример, что далеко не вся Индия, не во всей Индии и не каждая семья может тратить миллионы. Я сама не знаю, какая будет свадьба у моей Яночки, поэтому я от себя могу сказать, что мне тоже не нравится тратить на всякую ерунду, такую, как живые цветы везде, как мы 400 тысяч потратили на Бхагваде, только на цветы. Я считаю, что это излишки, то есть можно что-то там, конечно, украсить на основные дни, но не каждый день, не на 400 тысяч это делать, и особенно если касается, допустим, свадьбы дочери, я считаю, лучше больше подарить ей подарков, лучше больше подарить ей золото, бриллиантов, одежды, в общем, денег и всего остального. Пусть лучше на эти деньги, допустим, съездит после свадьбы куда-то, медовый месяц съездит отметить, поэтому, допустим, с моей стороны тоже, я не знаю, какая будет свадьба у Яны. Решила бы пить чайка и пока с вами поболтать. Так вот, я говорила о том, что вот об этой семье еще хотела немножко рассказать. Таких семей в нашей касте уже осталось очень мало, если честно, у них семья очень такая строгая, свекш со свекровью, вот особенно свекры, они достаточно строгие вечером, то есть мы только в 9 часов выходим обычно куда-то гулять, они в 9 уже возвращаются домой и в 9 часов у них ворота уже закрываются, то есть вот так вот даже в семье тоже есть определенные строгости, они одевают сарей, накрывают голову. До сих пор в всех семьях сохранилась вот эта традиция, когда невестка не выходит перед своим свекром, то есть перед свекровью она может выйти, а перед свекром она не выходит. Допустим, когда я приехала на праздник, то есть принято вот на большие праздники приезжать друг к другу в гости, после праздника поздравлять, привозить там сладости, сухофрукты. В общем, я посидела с ее свекром со свекровью, вижу, она не приходит, потом я пошла на кухню, там у них обедленный стол, стулья стоит, в общем, и я села с ней потом разговаривать там. То есть я начала спрашивать, вы до сих пор, вы до сих пор вот так вот очень строго все у вас, то есть по старым традициям, она сказала, да, пока так, и мы пока менять ничего не собираемся. То есть есть до сих пор такие вот семьи, очень строгие, где вот все так, то есть даже невестка, она не разговаривает, получается, она не разговаривает со своим свекром, она перед ним не выходит. Не выходит. Это я вам рассказываю к тому, что вы вот часто мне пишите там, когда я вам рассказываю, когда я вам показываю там в шотах, рассказываю всякие истории, вы пишите о том, что нет, в наше время это невозможно, в наше время этого нет. Но я вам должна сказать, что все есть в наше время, просто бывают разные семьи. Вот наша семья, допустим, очень стала наоборот свободной, то есть у нас наоборот уходят все вот эти очень такие строгие традиции, и уже наши невестки, вот мы в данном случае, мы становимся очень свободными. Но во многих семьях это до сих пор вот есть, поэтому невестки накрываются, прямо вот накрывают головы, я вам нужно сказать, что работать в таком виде, вот, да, всем, у них же там не было лишних помощников, они вот каждому там кушать давали, насыпали в тарелки, накладывали, да. То есть работать вот в таком, допустим, состоянии, да, чтобы одеть царь, да, еще вот голову накрыть, нужно, чтобы не упало, допустим, вот это, не упало вот этот полус с головы, да, чтобы накрытое было, это очень нелегко, это очень нелегко. Кроме того, мне хотелось рассказать вам о свекрови в этой семье, почему я не хочу назвать никаких имен, потому что многие меня смотрят, имен я никаких не хочу произносить, в общем-то, не хочу на этом, как бы, концентрироваться, чье-то внимание. Это я вам рассказываю не для того, чтобы какие-то минусы показать в семье, а просто вообще хотелось вам рассказать о традициях индийских, особенно о традициях древних каких-то, то есть, которые еще до недавнего времени были сильны, скажем так, потому что свекровь в этой семье, да, вот есть у меня свекровь, в нашей семье вы знаете, что у нас есть мама, маме, то есть мамон брат, его жена, и вот многие люди меня тоже очень спрашивают часто, а как же он женился, как же это вы не поняли, что вот она такая глупая, да, что она, что у нее не в порядке, скажем так, с головой, что она ничего сама делать не умеет, работать не умеет, даже толком она разговаривать не умеет, то есть, на самом деле, вот в этой семье я хотела вам сказать, что у них тоже там свекровь, но я не могу сказать, что она какая-то слабоумная, но в то же время, в то же время она ничего не умеет, вы будете очень удивлены, но человек за всю жизнь не научился даже готовить еду, то есть, это делаю две невестки, которые вот в семье, у одной из которых дочь сейчас выходит замуж, и вы представьте, насколько сложно жить в такой семье, когда ты можешь рассчитывать только на себя, то есть, для примера, я вам скажу, что свекровь, свекровь, она даже чая молочного не может приготовить, то есть, если пришел человек, кто-то в гости, она не встанет, не выйдет там на кухню, и знаете, как вот мы заходим, и начинаешь там чай готовить, здесь там какие-то закуски, ты быстренько все это вот подаешь, она этого всего не делает, то есть, если дома нет невесток, обеих причем, вот, или хотя бы одна какая-то есть, чтобы вот что-то нам подать, принести, да, то нам тогда или самим приходится вставать, брать воду, готовить себе чай и что-то там, если можно самим как-то собрать, то есть, она даже, она даже вот элементарного не может сделать, и они тоже когда-то вот, когда-то, они же тоже когда-то вот поженились, да, и жили они тоже все вместе, Я знаю, у них в семье вот два брата тоже было, да, и у одного брата, получается, жена была такая очень умная, хитрая, она умела, естественно, готовить, работать, все делать, а это нет. И, естественно, той жене, да, второго брата, она тоже очень злилась, ей это было очень непонятно, что это, как это, не уметь абсолютно готовить и вообще что-то делать. То есть я, если честно, я не понимаю вообще в молодости, кто в их семье вообще что-то делал, но я знаю, что у них тоже есть там в семье сестра, может быть, до замужества она там кушать готовила или что-то делала, но, в общем, я, если честно, не знаю, как у них там вся вот эта работа выполнялась в доме, потому что на самом деле это все очень сложно. Теперь уже есть две невестки, они делают все, но в то же время они всегда, вот даже если приходят к нам в гости, они всегда очень спешат домой, потому что они говорят о том, что некому просто дать даже мужчинам поесть, то есть вот так вот наложить в тарелки, скажем так, подать, принести. То есть поэтому они всегда вот в таком спешащем состоянии находятся, то есть говорят, что дома работать некому. Так вот, я это рассказывала вам к тому, что вот в древние времена, да еще вот 50 лет назад, допустим, да, то есть тогда вот не принято было жениху с невестой разговаривать, и вот из-за этого, из-за этого получалось вот такие вот были браки непонятные, то есть обмануть было на самом деле очень легко, разговаривать, общаться, встречаться было нельзя. Просто даже и не знать, и не заметить, и понять только вот после свадьбы, а после свадьбы считается уже поздно, потому что здесь вот считается, если женщина побыла с мужчиной одну ночь, да, вышла замуж, то все, она в семью как бы вернуться уже не может, все, как бы после первой брачной ночи, все, они муж и жена, и по закону, и ее как бы уже выгнать из дома, это уже считается как нарушение вот этих вот старых как бы правил. Ну и таким образом вот она вышла замуж, и вот в таком состоянии она прожила всю жизнь, и как я уже сказала, вот теперь вот получается, смотрите, в доме свадьба, ну получается вся забота, вся работа лежит на двух невестках, да, а получается свекровь, свекровь как бы ничем не помогает, потому что она ничего не умеет, она вот сидит только на одном месте в кресле, все, она даже, я так поняла, она даже вот много не разговаривает, то есть она даже вот поддержать разговор, даже по беседу, да, она не умеет, она не знает, о чем разговаривать на самом деле, и в то же время вот со свекром такие отношения, то есть очень, он очень строгий, то есть они перед ним не выходят, выходят, из дома тоже сильно выходить нельзя, хотя все как бы лежит на них, то есть если даже выходят, то какими-то быстрыми перебежками, и нужно быстренько возвращаться домой, чтобы не задерживаться, скажем так. Ну, в общем, такая вот семья старомодная, ну такая, какая есть, поэтому на такую вот семью тоже интересно посмотреть, узнать, и вот как бы то, что даже до сих пор, до сих пор, даже в некоторых семьях сохранили вот эти вот старые, старые вот эти вот традиции, хотя я считаю, что это, это все ерунда, и надо, конечно, отказываться от этого всего. Ну что ж, буду на этом с вами прощаться, и покажу вам уже дальнейшие, дальнейшие события, что же мы там делали. На своем канале я уже не один раз показывала свадьбы, и я думаю, вы уже поняли, что до свадьбы за несколько дней делаются различные домашние ритуалы и обряды, вот это вот один из них, он называется чат-бат. Здесь вы можете видеть пуджа тали, здесь находится куркума, йогурт, горчичное масло и хна, то есть этим положено намазывать жениха или невесту, то есть в старые времена спа и всяких там массажей еще не было, то есть салонов красоты, и вот таким образом натирали вот этой смесью жениха и невесту, для того, чтобы у них была идеальная, красивая кожа. Здесь вы сами можете видеть, что в основном, конечно же, это женские мероприятия, в основном здесь присутствуют женщины, ну и, конечно же, отец девушки, вот он как раз, вы видите, он стоит сзади поотдаль. Кроме того, все старшие женщины рода собираются на таких вот мероприятиях, общаются, молятся за будущую жену-невесту и, соответственно, поют специальные молитвы и гимны. Конечно же, на это мероприятие я пришла не одна, со мной пришли еще мои младшие невестки, и вот таким образом мы делаем именно семь раз. Почему именно семь, я не знаю, но вот каждая из присутствующих сделает вот эту процедуру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот теперь девушка считается красавицей неземной, ее отправляют в ванную, чтобы она хорошенько помылась и смыла всю эту красоту. Есть одна немаловажная деталь, одежду, в которой проводится этот ритуал, невеста никогда не оставляет у себя, то есть ее нужно обязательно кому-то отдать. Мне всегда было интересно, что же такое поют в этих самых гимнах, в общем, какой смысл в них. И вот, когда я прислушалась, я поняла, что в прямом смысле поют вот то, что делают, то и поют. То есть, когда они намазывают куркумой, йогуртом, горчицей вот этой, потом вот этой вот хной, они просто об этом поют. И когда девушка пошла мыться, они пели о том, что вот девушка пошла мыться, и когда она пришла, в общем, тоже они пели о том, что она пришла. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok